Более 800 детей из всех районов и городов Абхазии стали участниками Республиканской школьной предметной олимпиады, которая будет длиться 7 дней. Чтобы стать участниками Республиканской олимпиады, школьникам сначала надо было пройти отборочные туры, победить в школе, затем стать лучшими в районе. Во время третьего тура уже республиканского масштаба учащиеся будут соревноваться по абхазскому языку и литературе, математике, физике, истории и другим предметам. В первый день старшеклассники проверяли свои знания по абхазскому языку и литературе. На выполнение задания, которое было составлено в виде теста, детям отводилось 3 часа. Задания у нас комбинированные, они носят и тестовый характер, и это изложение, это сочинение. Вот в таком вот варианте, когда задание, мы думаем, что более творческий подход можно определить наших учеников. Победители Олимпиады получат дипломы, грамоты, а также при поступлении в Абхазский государственный университет у них будут льготы. Следует отметить, что в этом конкурсе участвовали как дети из абхазских школ, так и учащиеся русских и армянских школ республики. Работы будут проверять ведущие учителя и преподаватели АГУ. По мнению заслуженного учителя Абхазии Валентины Халбад, проведение Олимпиады по абхазскому языку и литературе имеет особое значение, а также дает оценку работы не только ученика и учителя, но и всей школы. Абхазский язык – государственный язык, поэтому все живущие в Абхазии должны знать, должны пользоваться этим языком. Чтобы со школьной скамеи это было, мы организовали Олимпиаду тоже, как частичка, как один плюс к знанию государственного языка. Работники университета составили задания, мы проверяем, контролируем, надеемся, что они справятся. Выдержать все испытания и справиться с заданиями повышенной сложности удается лишь самым подготовленным ученикам. Сами участники Олимпиады настроены позитивно. Каждый надеется не подвести свою школу и показать лучший результат. Задания, конечно же, сложнее, чем на двух предыдущих турах, но они, в принципе, легкие достаточно для людей, которые занимаются. Я готовился к этой Олимпиаде достаточно долго, и еще у меня есть опыт, так что, в принципе, не переживаю и надеюсь, что у меня все получится. Да, мне дали несколько тем, надо написать сочинение, выбрать одну тему, надо написать сочинение. Потом надо стихи дополнить, некоторые вопросы про наших поэтов абхазских. Я надеюсь, что справлюсь, хоть немного не отмечаю. Мы готовились, и все удается сложно, но если готовиться, можно решить и дать ответ. Предметная Олимпиада помогает выявить показатель общего уровня знаний среди школьников. У участников Республиканской Олимпиады впереди еще целая неделя. За это время у каждого из них будет возможность продемонстрировать свои знания. Саиджар Саля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.